И почему Дух Святой не отпускал, что мы постоянно это пили, и пили, и пили, и пили. Помните место из Писания, там, где пророк сказал царю, вот стрелы, бей, короче, ими по земле. Тот такой, ну стукнул, ну что там стучать, тук-тук, и все. А тот разозлился, говорит, надо было тебе все сердце вложить в то, что ты делаешь. Стучай до конца, стучай, стучай, стучай. Тогда бы ты всех врагов своих победил до конца. Ну, а так только три раза победишь это и все. И вот это вот, то, что мы снова и снова пели, «Мое сердце твое», «Мое сердце твое», «Мое сердце твое», «Мое сердце твое», это было вот этими стрелами, которые ему говорит Бог, что не знаю, какие там есть еще тайные комнаты, какие там есть еще чердаки, какие подвалы еще есть, и ты туда приди, и ты там будешь, вот там, «Мое сердце твое», «Мое сердце твое», «Твое», 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 «Твое». Ты для нас все, ты действительно для нас все. Так уж вышло, Господь. Он, как знаете, вообще все подпорки убирает в это время. Вообще все подпорки убирает, абсолютно. И это милость Божья, это милость Божья удивительная. Потому что Он сам убирает подпорки. Он сам убирает подпорки. Вообще ничего не хочет оставить, чтобы ничем мы не были уловлены, ничем, чтобы мы не были обмануты. Он сам убирает все опоры, все. Все. И сердце действительно имеет такую благодать и возможность пережить, что Бог, Он все, Он все. Вот это слово, знаете, местописание, что Бог, Он нас взял из царства тьмы и перенес царство возлюбленного сына. Перенес. Бог хочет, чтобы мы действительно поняли, что этот факт уже совершен. То есть мы не переносимся и не будем перенесены. А мы уже перенесены царство возлюбленного сына. И Отец хочет, чтобы наши сердца, они вот осознали эту реальность. Вот не просто, знаете, теологически как-то, а реальность пережили. И вот до тех пор, пока наши сердца цепляются хоть за что-то, мы не можем пережить полноты. Поэтому Он милостиво убирает все подпорки. Так что это большая благодать, когда Господь убирает все подпорки. Потому что Он хочет, чтобы мы таки оперлись на Нему. Таки оперлись вот на эту реальность, на эту... Потому что пока есть за что цепляться, пока есть за что хвататься, мы хватаемся. То есть этот принцип, он почему-то всегда срабатывает. То есть мы хватаемся и хватаемся, не хотим. Обещаем, что не будем. Все равно это делаем. Снова и снова. И у этого, конечно, плоды не те. А Отец, Он хочет, чтобы мы пережили свободу. И вот странно, вот эта свобода, она переживается на пределе. Вот на этом пределе, где мы теряем себя реально. И это такая великая помощь Божья, что Он таки помогает нам себя потерять. И вот так уж случилось, что Ты для меня все, Господь. То есть это состояние, когда ты вдруг действительно понимаешь, что не потому, что ты формально, так религиозно исповедуешь все. Ты для меня все, Господь. А вот как-то так вышло уже, что ничего не осталось. Вот для сердца важного и ценного просто не осталось по-настоящему ничего. И Бог, Он сам это делает. Это вообще великая благодать Божья. Потому что тем самым мы входим в намного большее, что Он на самом деле предусмотрел. Потому что страх держал очень долго тело Христа. Держал в рамках как бы допустимого. Знаете, вот это учение есть такое. Благая, воля Божья, благая, угодная и совершенная. И вот есть три каких-то таких градации воли Божьей. Знаете, что есть у Него благая, так сказать, нижний порог, короче. Потом есть годная, это типа лучше как-то. И вот совершенная, это уже по поводу. И вот мы застряли где-то там, не добирая до благой, знаете, как бы вот так вот. А Он же хочет, чтобы совершенная. Чтобы мы вот рады, чтобы совершенная была. Понимаете? Где эта радость совершенная? Это когда Вы как овцы среди волков. Он говорит, вот тогда Вы точно можете мою совершенную радость познать. Вот пока есть другая какая-нибудь, вот до тех пор еще как-то Вы не понимаете, Вы не можете вкусить. И вот знаете, когда мы только вкусили вот эту радость, знаете, или вот эту вот совершенную волю, вот это совершенную, вот это царство совершенное. Вот тогда мы только можем сказать, что вот это вкуснее. А так мы сами себя уговариваем, мы говорим, Бог — это хорошо. У Бога столько всего хорошего для нас. Придите к Господу. Он такой хороший. Знаете, а сами мы не вкусили. А это другого рода, это царство иное, то, в которое нас Отец уже перенес. А только мы об этом еще до конца не знаем. И вот Бог по благодати, Он убирает препятствия. То есть вот эти все вещи, которыми мы цепляемся, держимся, это и есть препятствия, которые не дают нам отведать, отведать вот этого самого лучшего Божьего. И сам Господь, Он милостиво убирает это все, чтобы нам отведать вот этого большего, что у Него есть для нас. И это не только говорить, ну, я говорю сейчас как бы о нас присутствующих всех, а я вообще говорю глобально, Бог сейчас готовит тело Христа вкусить вот эти силы грядущего века, вкусить это большее, что намного большее, что реально срывает крышу и что приходит свыше просто. Оно свыше приходит, царство, то другое царство. И вот я верю, у меня там где-то внутри варится, готовится, еще не готова, поэтому не готова говорить об этом, но у меня там внутри варится откровение, я хочу учить о царствах, о двух царствах. И я понимаю, что оно действительно должно освобождающим быть, потому что мы на самом деле часто не понимаем сути вот этого иного царства, которое уже пришло и еще придет. Вот это нам надо понять его, нам надо понять его и взять это, и жить, и нам вот да, потому что вот иногда, знаете, когда ты не понимаешь противопоставления, ты не понимаешь разницы, ты не понимаешь, в каком ты из них вообще находишься, и делаешь как что, а когда приходит понимание, приходит истина, ясность приходит, тогда легче, тогда понятно, тогда ты можешь понимать, потому что, знаете, есть такие противоречия, которые возникли от недопонимания сути всего. Вот, например, я понимаю, что, знаете, как когда-то говорили, говорили, первородный грех — это секс. Я помню, в неверующие просто говорили, просто Бог не разрешал, а они сделали. Понимаете, правда, люди же верят так. И вот подобные все веры у нас тоже есть во христианстве. Например, мы не понимаем, что царство Божие, оно, мы говорим, не от мира сего, и мы думаем, оно, короче, вообще к этому миру отношения вообще никого не имеет. И вообще само понятие мир тоже непонятное. Вот мы говорим мир, что мы вкладываем в это? Божий мир, вот видите, вариант, есть Божий мир. А не любите мира и того, что в мире. То есть мы понимаем, что есть мир в этом мире, да, это система, система, я называю это система антихриста, то есть это система, это система мира, как бы устройство мира, которая, где царем является князь этого мира, сатана. Он является царем, да, невидимым. Но мы видим структуру в этом мире, мы видим отношения, видим культуру, видим экономику, политику, там, все остальное. И мы говорим, этот мир, и мы думаем, что весь этот мир, это вообще плохо, плохо, с ним делать вообще нельзя. И опять-таки мы не поняли ничего, потому что Бог так возубил мир, что отдал Сына Своего, чтобы всякий не погиб, а имел жизнь вечную. И вот эта путаница в наших сердцах мы не понимаем. Так есть Бог? И у нас мы думаем, Бог, это вот там, где верующие собираются, там Бог. А вот там дальше, там мир, там с Ним нельзя дружить. И мы не понимаем, что Бог, Он везде, если ты видишь, если ты смотришь там. Если ты смотришь, вот ты можешь в любой ситуации сотрудничать с Тарством Божьим и с Тарством Дьявола. Ты можешь видеть бесов, а можешь видеть ангелов. Кого ты выберешь видеть? И вот кого ты будешь видеть, то и придёт. Представляете? То есть вот у нас такая функция на Земле, что на что я смотрю, что я выбираю видеть, то через меня и приходит. Если я выбираю видеть страх, я пропускаю, реально пропускаю эту тьму. А если я выбираю видеть жизнь, я увижу, и жизнь будет приходить. Это такая удивительная вещь. Я пытаюсь это всё исследовать. Моё сердце, оно занимается таким исследованием. Я учусь смотреть на этот мир, на людей в этом мире, с той позиции, что между Богом и ими вопрос греха решён. Что Бог на них не злится. Что Бог, Он реально решил вопрос гнева на данный момент, вопрос решён. Он больше, наверное, на своих детей гневается, что они тупят, чем на этот мир, который просто не знает ни о чём. И я учусь смотреть вот такими глазами. И я понимаю, когда я вижу такими глазами, Бог мне говорит, Он говорит, смотри, я здесь присутствую. Я здесь присутствую. И вот мои дети, которые ещё не знают меня. И я о них не гневаюсь. Но найдутся люди, которые будут так смотреть. Найдутся те священники, которые позволят мне такому прийти и коснуться этих людей. И дать им надежду. Найдутся те, которые будут смотреть не через страх. Но, фу, они грешники, они делают всякие гадкие вещи, матеряться и так дальше. А ты увидишь их в другой перспективе. Мы тут на днях молились, во время молитвы Бог опять говорил, много сейчас говорит о невесте Христа. И я понимаю, что Он хочет нас расширить и дать нам вообще по-другому понимать вообще. Это тайна. Это тайна. Эта невеста, она вне времени. Она сейчас, и она уже в будущем там, ну, вернее, и в будущем тоже, и в прошлом тоже. Но она и на небесах, и она не кусок её там, а кусок её здесь. То есть она целая. Она на небесах, церковь первенцев, и на земле тоже она. И в мире она. Просто она ещё не знает об этом. Среди неверующих. Невеста Христа, которая ещё не знает об этом. Но она вся целая. Она сейчас целая в Его глазах. И она фактически целая. Это тайна. Это тайна. Это тайна, которую Бог хочет открыть своему телу. Мы смотрим и говорим, вот столько разделений в теле Христа. Эти говорят то, эти говорят это. Говорят, но они говорят это вне Божьего Царства. Это всё не имеет значения. Это всё просто пурга. Она пройдёт. А то, что находится в вере, это всё одна невеста. Неважно, какой век, какая динаминация, какое пробуждение, какой уровень откровения. Одна и та же. Рождённая от Цветого Духа, возрождённая. То есть Христос Иисус в человеке. Вот она. Это тайна. И Богу нужны глаза, которые смогут так смотреть, смогут так видеть, смогут смотреть с надеждой, приходя в ситуации, видеть с надеждой, что можно сделать. Ага, здесь враг проявил себя. Значит, понятно, чем нужно заняться Царством Божьим. Что сюда высвободить? Что сюда высвободить? Что сюда сказать? Что сюда провозгласить? Вау! Вот это с этой радостью. Вы понимаете, что у тьмы нет шансов? Нет шансов против света. У тьмы реально нет шансов. И пришло время увидеть, что Царство Бога, оно несравненно больше. Царство Дьявола. Несравненно больше. Мало того, люди, которые находятся в структуре сатаны, в структуре антихриста, они на самом деле просто обмануты ложью. Всё, что им нужно, всё, что им нужно, им нужно узнать истину. То есть свет, если он будет ярче, легко сделает агентов Дьявола агентами света. Легко. Потому что они не просто мы такие идейные, мы будут за правду. Потому что все хотят за правду. Как только они узнают, что правда с другой стороны, но если они не совсем гордецы в сердцах, то люди хотят жить, люди хотят любить. Мы сотворены по образу Божьему, по подобию Божьему. У тьмы против света нет шансов. У тьмы нет шансов. Когда мы видим Бога, кто Он есть, у тьмы нет шансов вообще. Бог хочет явить себя. И мы не просто тут скиглим и говорим, Господи, приди, спаси нас. Мы знаем, что Он уже грядет, Он идет. И Он ревнует. Он ревностен, чтобы открыть себя, чтобы явить себя. Он не будет прятаться. Он собирается показать себя этому миру, людям. Он собирается себя открыть. Он хочет. Вот мы спрашиваем, Господи, хочешь ты свое лицо? Ведь Он говорит, хочу. Я хочу, сильно хочу явить вам свое лицо. И это милость Божия, что Он готовит, вот путем поклонения, путем молитв, готовится строиться вот эта небесная, невидимая, железная дорога. Я знаю точно, что у нас строится. Я знаю, что Ямб строится, и Он невидимо существует. То есть я понимаю, что есть люди, есть живые камни, но также в Духе, в Духовном мире существуют строения, существуют дороги, пути. Есть воздушные пути, есть коридоры воздушные, есть морские пути. Все есть. В Духовном мире есть Царство. И когда мы понимаем, что для того, чтобы это то царство явило себя на эту землю, Богу нужны определенные коридоры, определенные дороги, пути. И вот через слово, через поклонение, через провозглашение, через согласие наших сердец мы таки строим эту дорогу, мы позволяем ему прийти, явить себя, кто он есть на самом деле. И он это сделает. Он это сделает. Мне понравилось, я недавно читала пророчество Бобби Коннора. Он сказал, Бог мне показал видение. И в этом видении говорит, я увидел человека, который смотрел подзорную трубу. Только он ее держал наоборот. Меньшитель. Да. И Бог ему сказал, то, что приходит, оно намного ближе, чем вы думаете. Вы смотрите, поверните трубу. Переверните трубу подзорную, смотрите правильно. То, что идет, оно уже ближе, оно намного ближе. И это ощущение, что оно, вот оно уже близко. И нам надо приготовиться не к ужасам, а нам надо приготовиться к славе Божьей. А то мы, глядя на ужасы, забудем и не будем готовы к славе. Нам надо быть готовыми к славе. Нам надо быть готовыми быть... Вернуть трубу. Ошеломленными, ошеломленными явлением Бога, настоящей силой, с настоящей реальностью. Сердцем, которое дает себя пережить, почувствовать людям. Когда мы будем идти позитивными, мы будем очень позитивными людьми. Потому что у нас будет непросто... Мы вот как-то говорили сегодня с Таней Юсуповой. Мы говорили о том, что Великая Отечественная война, она в одной динамике была до Сталинградской битвы и в другой после. Так вот, перелом. Знаете, есть такое понятие, как перелом. И вот есть как критическая масса. Как угодно назовите. То есть существует в духовном мире такое накопление, после которого происходит перелом. То есть, если до какого-то момента ты со скрежетом... Как чаша весов. Да, как чаша весов переворачивается. И мы находимся как раз вот в этой точке. Катапульта сработает, ребята. Мы увидим Бога, который... Мы не просто, знаете, там... Я не надеюсь на силы просто, знаете, на какие... Да, это очень мощно, то, что силы, чудеса и так дальше. Но главное, чего я жду, я жду откровения Его Самого. Вот это главное, чего я жду. Я пророчески вижу, что это приходит. Я пророчески понимаю, какие... Какого рода пробуждение грядет. Я понимаю, я вижу, я предчувствую, я предвкушаю это. Я думаю, вы тоже все понимаете. Мы можем распознать по тому, куда Господь направляет наше сердце. Мы можем распознать, какого рода пробуждение приходит. Мы можем это сделать. И мы понимаем, что Бог собирается открыть свое лицо. Не просто лицо. Вот я такой красивый, симпатичный, правда? Он откроет красоту своего характера, красоту своего сердца, красоту жертвы Иисуса Христа, красоту Его победы, красоту того богатства, которое нам дано в Нем. Он откроет это, Его ревность сделает это. Ему не нужны помощники. Даже то, что здесь существует дом молитвы, который молится с постоянством, ищет Его лица, это благодать Божия, чистая благодать. То есть нам надо увидеть, что если бы мы увидели, как много делает благодать, как мы ей мешаем часто, и как на самом деле, если бы больше мы расслабились и в доверии Ему, мы намного больше бы увидели благодати. Если бы мы увидели, как много делает благодать, и какой децил на самом деле от наших усилий зависит, то мы бы с радостью начали бы видеть больше Бога, и видеть возможности для него, вместо того, чтобы думать, ой, а как же Бог с этим справится, а как же он одолеет вот эту ситуацию-то. Ну еще вчера можно было как-то что-то сделать, а сегодня уже все. То есть мы не понимаем, что на самом деле это хороший вызов для него, знаете. Для него вообще любая такая ситуация, знаете, вот мне интересно, он допускает что-то, я думаю, Господи, как ты решишь это? Наверное, для него это хороший вызов. Он хочет себя явить большим, хочет явить себя сильным против врагов. Он всегда делал так, он приводил тебя, если он хочет открыться тебе как спаситель, то ты окажешься в ситуации, где он тебе понадобится. Если он захочет открыться тебе как помощник, то ты окажешься в месте, где тебе уже никто не поможет, понимаете. И ты будешь четко нуждаться в помощи, вот такой вот открыт, чтобы Бог был помощником. И ты понимаешь, опа, Бог таки скорый помощник беда. И его спасение приходит со скоростью свободного падения человека. Да. Я, у меня вот это в центре, то, что горит внутри, что у тьмы шансов против света нету. Нету шансов у него. И он настолько, это действительно точка, чёмная точка просто, по сравнению с тем светом и с той славой. И мы входим в то время, когда его дети будут это видеть, наконец. Наконец, дьявол уменьшится до его реальных размеров. А Бог таки увеличится тоже до его, соответственно, реальных размеров. И это, ему не надо ничего менять, кроме одного, нашей перспективы. Он просто меняет нашу перспективу. И это вообще, у меня огромное ожидание от Бога в этом сезоне. Я жду. Я жду. Я распознаю сезон. Я верю, что не пропущу. Потому что, знаете, вы времена различаете, а время посещения вы не узнаёте. И я верю, что мы таки не пропустим. Я надеюсь, что мы не пропустим. Верю Господу. Я хочу чуть-чуть ещё сказать вот о чём. Я верю, но я уже когда-то говорила на эту тему, но я чувствую, что это очень практично. Я верю, что мы должны это поймать, понять это. Это речь о том, что Господь, Он сам сражается за нас. Бог, Он сражается за нас. И вот я хочу просто сослаться на 10 главу 2 Коринфина, где Павел говорит, я верю Духом Святым, Павел говорит это, потому что Павел говорит о том, что Он сражается, но это проявление Божьей благодати, которая сражается за нас. Смотрите, он говорит, мы сражаемся не обычным оружием, но оружием Бога, которое способно разрушить самые неприступные духовные крепости. Что такое неприступные духовные крепости? Это вот эти вот убеждения, эти неправильные, слово я получила на английском, misconception, неправильные понимания, которые у нас складываются внутри и которые противостоят Богу. И Павел говорит здесь о том, что духовная брань его идет против вот этих вот твердынь, вот этих крепостей. То есть это может быть куча всего, сплетенных вместе, как кирпичами построенное здание, прочное. Для кого это здание прочное? Я вам скажу, для демонических существ, для бесов. Вот в этих вот твердынях, которые в нашем разуме существуют, это место обитания, это среда обитания, потому что это твердыни лжи. Они состоят из неправильных убеждений, неправильных убеждений о Боге, о людях, о жизни, о себе и так дальше. И это как буквально реальные строения. И в них живут бесы. Я просто по опыту уже знаю, потому что служила многим людям, и понимаю, что именно вот за эти вещи держится сатана. Поэтому в другом месте Павел говорит эфесянам, что примите все оружия Божие, чтобы вам стать против козни и дьявольских. Брайнаша не против плоти и крови, но против, короче, духов зловы поднебесных, против всей этой иерархии. Так вот, о чем здесь речь? Когда ты, смотри, когда у тебя есть твердыня, когда у тебя эта твердыня, она очень и нашпигована еще и демоническими существами, которые усиливают ее, и которые держат тебя в плену этой твердыни, то существует благодать, которая воюет за тебя. Которая, вот Павел говорит, мы сражаемся не обычным оружием, но оружием Бога, которое способно, способно разрушить самые неприступные духовные крепости. Он говорит, мы опровергаем доводы и опрокидываем все надменно воздвигаемые препятствия против познания Бога. То есть существует такая благодать, которая способна опровергнуть все вот эти доводы и вот эти все препятствия. Она существует. У Якова сказано, что мы можем просить мудрости, которая от Господа приходит, которая свыше спускается, которая по-другому дает нам другую перспективу. В другом месте сказано, нет, это потом, мы сражаемся, то есть самые неприступные духовные крепости. Он говорит, мы опровергаем доводы и опрокидываем все надменно воздвигаемые препятствия против познания Бога. Мы берем в плен каждую мысль, чтобы сделать ее послушной Христу. То есть существует такая благодать, такая милость Бога. То есть Бог сражается за нас, чтобы разрушить эти твердыни. Бог сам хочет этого. В чем же проблема? И дальше вот это вот мне нравится. Мы готовы наказать всякое непослушание, как только ваше послушание станет совершенным. Я раньше как не понимала, но то, как мне это открылось, я говорю, я уже делилась этим, что нет проблемы наказать вот это все непослушание, как только наше послушание исполнится. То есть в чем проблема? Вот эти твердыни, которые в нашем разуме, которые существуют в нас, они в связке с нашей волей, с нашим выбором. Они нам предоставляют определенную помощь, как бы. То есть мы привыкли с ними сотрудничать. Ну, это хитрая штука, но неважно, какая бы она ни была хитрая, она всегда лживая, она всегда обманывает. То есть в конечном итоге я заплачу большую цену за то, что оно у меня арендует территорию, чем то, что оно мне поможет. То есть на самом деле у нас создается впечатление, что эта твердыня, она неразрушимая, что она такая сложная, такая трудная, такая тяжелая. Вот как-то вот страх и страх, не могу никак победить. Зависть и зависть не могу никак преодолеть. Вот это, ну то есть разная ерунда. Но главное, знаете, что нам надо понять? Что на самом деле все просто. Для Бога нет ничего невозможно. Он говорит, наше орудие сильное Богом. Оно способно разрушить самые неприступные крепости. Он говорит, мы в каждую мысль можем взять в плен. В каком случае? Когда наше послушание исполнилось. То есть, как правило, заценка всегда находится в том, что мы сотрудничаем с этими твердынями. То есть мы подсознательно или сознательно, осознанно или неосознанно, мы сотрудничаем с ними. То есть мы защищаемся. Мы, вот эти твердыни, они как бы нас защищают. И мы ими защищаемся. И иными словами Бог говорит, как бы пригнись. Сейчас я постреляю, ты, главное, пригнись. И вот это вот смирение, вот это послушание, о котором идет речь, это вот типа пригнись, а я постреляю. То есть Он говорит, я хочу все это разрушить. И тебе, ты будешь свободный. Но что мне мешает? Ты же обнялся с террористом. Ты же живой щит стал. Ты обнялся с террористом, ты не даешь мне его уничтожить. То есть Он говорит, отойди в сторону, отклейся от этого. Отклейся, я это выстрелю, я это разрушу. Это не проблема для меня. Оно на самом деле нетрудное. Заморочка, почему мы никак не можем отцепиться? Именно потому, что мы не хотим отцепиться. Поэтому Павел говорит здесь о том, что мы готовы взять в плен каждую мысль и сделать ее послушной Христу. Мы готовы наказать всякое непослушание. Потому что вот все эти бесы, все эти твердыни, они в открытом, прямом непослушании к Богу находятся. Они с ним борются, они не хотят ему послушаться. Но в них нет этого, это не их природа. То есть они будут до последнего обоевать. Но для того, чтобы оно ушло, мне надо выбрать послушание Богу. Знаете, много раз было, что ты маешься, мучаешься, я по себе знаю. Ты мучаешься, ты борешься, ты пытаешься разобраться, что-то не понимаешь. Ты так и так, или набиделся на кого-то, или случилось что-то, и ты паришься, ты в заморочках есть. И вдруг какой-то момент такая светлая мысль. Вдруг понимаешь, что просто-напросто ты защищаешься от Бога. Поэтому ты ничего не слышишь. Поэтому ты ничего не понимаешь. А что ты защищаешься от Бога? Вот вопрос. И когда ты начинаешь разбираться уже не с ситуацией, а с собой, чего ты защищаешься? Ну ты же знаешь истину. Стоп. Когда, смотрите, все эти штуки, они стреляют из нашего неосознанного. Они используют нашу, вот эту, знаете, привычку двигаться от реакции, от чувств. То есть, мы чего-то делаем, вот именно так. Почему-то всегда так делали, не знаю. И вот у нас нету терпения порой остановиться и разобраться, а что это я так делаю это все время? С какой стати? И что за этим стоит? И от того, что мы думаем, что это слишком сложно, мы не идем туда. Хотя все, что нам нужно, это научиться разговаривать не с чужим, а со своим собственным сердцем. не с чужим. Нам не надо покорять вершины, познать и понять чужое сердце. Нагда порой, знаете, мы нуждаемся друг в друге, но в этом случае просто нам нужно научиться понимать язык нашего сердца. Понять, чего оно хочет, чего оно не хочет, чего оно ерепенится и чего оно боится, в конце концов. И взять ответственность за наши собственные реакции и выборы. И когда мы это делаем, согласитесь, я говорю вам не какие-то новые истины, я вам напоминаю старые. Согласитесь, что как только мы это делаем, вопрос решается легко. Вопрос решается легко. Смиритесь перед Богом и противостаньте дьяволу и убежит от вас. Да? Смиритесь перед Богом и противостаньте дьяволу и убежит от вас. То есть, вот это положение смирения, оно открывает благодать. Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вот такого рода Действие Духа — это чистая благодать. А мы стоим со стороны гордости и не можем получить благодать, и страдаем от отсутствия благодати. Тогда, когда благодать Богом даётся легко и свободно, она расточительная. Благодать Божья не заканчивается, её всегда достаточно с избытком. И вот эту благодать с избытком Бог хочет давать нам постоянно. Причём Он наслаждается от того, что мы её берём. Вот кому нужна благодать? Кто? Кто нуждается? Несчастные, грешащие, те, у которых ничего не получается, слабаки. Вот кому нужна благодать, правда? Сильным благодать не нужна. А вот слабым нужна благодать, не мудрые, ничего не значащие. Вот кому нужна благодать, понимаете? И интересно, что Бог наслаждается. Чем больше мы благодати примем, тем больше Он получает удовольствие. То есть Он не отворачивается от этих вот это не мудрое, вот это ничего не значащее, вот это вообще какое-то слабое. Но Он не отворачивается и не стыдится. Вот мы прячем это, а Ему надо показать. Мы это пытаемся как-то для себя, а Ему показать надо. Потому что это возможность для Его благодати изливаться. А каждая капля благодати — это слава Христа. Чем больше благодати мы сынем за нашу земную жизнь, тем больше славы Христу. Понимаете? Что нам не надо экономить. То есть мы боимся вдруг закончатся депозиты, знаете? Не закончатся. Чем больше берем, тем больше славы Христу. Тем больше венец, тем больше потом вернем Ему, понимаете? Не надо бояться, не надо стыдиться, не надо стесняться. Вперед к Нему. Почему я тебя боюсь, Господь? Чего я не хочу тебе открывать? Покажи мне. Почему я тебя не хочу услышать? Почему, ну, может, я на тебя обиделся, Господь? Покажи мне. И знаете, порой я знаю, что у некоторых сердца быстро шевелятся в этом направлении, они быстро чувствительны. У некоторых медленно. Нужно сдвинуть еще. Надо, чтобы хоть как-то, знаете, хоть как-то начало хоть что-то чувствовать. Порой нужно время. Просто нужно время. Уверяю вас, если бы вы попросили Его искренне, Он с искренними и искренними. Вот эти все твердыни, они делают нас лукавыми. Они делают нас лукавыми. Они заставляют нас делать так. Это вот Ева мне дала, я ел. А это жена, которую ты мне дал, кстати. И вот этот принцип, как мы защищаемся. Мы стрелки переводим. Мы действительно, мы стрелки переводим. Мы ищем виноватых. Потому что мы обмануты. Потому что нас-то Бог не виноватит уже. Правда в том, что Бог уже с нами не судится. А мы, Он судится с грехом, Он судится со злом. Так что мы прикрываем, а? Что мы это прячем? Нам смысла нет прятать, нам надо отдавать. И порой я, например, прошу Бога, я чувствую, что я парюсь за какой-то, что-то меня парит. Я могу сначала даже не понять, в чем дело. И мне надо порой полдня. Ну, как бы я Богу говорю, там, Господь, покажи мне, что это, подними это, открой, откуда это, где я это поймала, покажи. И порой проходит время, и все равно Господь начинает давать. Либо через что-то, через ситуацию, через какое-то обстоятельство, воспоминания, впечатления, что-нибудь. Ну, обязательно оно начинает вылазить, оно начинает открываться. И вот, когда оно начинает открываться, моя ответственность — наводить порядок в доме. То есть, никто другой за меня это не сделает. Мне надо взять ответственность за это. И вот, когда я делаю, когда я делаю мою часть, Он говорит, приблизьтесь ко мне, я приближусь к вам. Вот это состояние сердца, когда мы сердцами, понимаете, битва за сердцем идет. Потому что дьявола нисколько не испугают наши религиозные песни, наши религиозные молитвы, наши религиозные исповедания. Они вообще его, ему все равно. Говори хоть целый день. Целый день исповедую, ничего, вообще абсолютно, он не боится этого. А вот, когда сердце подключается, вот когда мотиватор подключается, когда от всего сердца, вот там достаточно несколько слов. Поэтому битва идет за сердцем. Поэтому вот такая работа с твердынями наша, она необходима для того, чтобы наше сердце разблокировалось. Потому что сердце не обмануться, оно будет сопротивляться, оно будет воевать, оно будет барахтаться, оно не пойдет туда, куда оно не хочет идти, пока ты его не уговоришь. И если ты его игнорируешь, то оно проигнорирует тебя. И вот ты такой вразбойный. Ты пошел, а сердце не идет. И через время у тебя уже гнев, у тебя уже раздражение, ты уже кидаешься на людей. Потому что сердце твое насильно потащили туда, куда оно идти не согласилось. И поэтому нам очень важно разбираться с самим собой. И мы как бы после Господа предмет номер два. Внимание наше. Потому что когда мы к себе правильно относимся, и когда мы собой занимаемся, когда мы со своим сердцем, со своей душой работаем и приводим это все к нему по-настоящему, не просто волком. Я сейчас тебя заставлю, исповедую, давай провозглашай. Иногда надо, иногда вы чувствуете, что это ваше время исповедовать, потому что просто атака идет, ложь какая-то снаружи. Но часто это изнутри. И когда вы знаете, что вы уже исповедуете, исповедуете, оно опять и опять. Вы прорываетесь, вы прорвались, вы нурнули, а опять тонете. Это говорит о том, что существует ложь. Существует что-то, куда Бог обращает ваше внимание. И вот есть сила у Бога, есть желание у Бога нас освобождать. Вот в этих вопросах, знаете, у Бога ревность об этом. Никогда не верьте врагу, что ваш случай самый сложный. Вот у вас только не получится. И вот с вами Бог не справится. Вот это уже лукавство, это уже позиция сотрудничества с дьяволом. Это уже позиция сотрудничества. Это уже пожалеть себя, не взять ответственность. И заканчивается чем? Заканчивается тем, что я обворован, у меня дистанция с Богом растет. Я не получаю удовольствия, я не радостный. У меня ничего не получается. Вот, пожалуйста. Зато удобно. Зато не надо напрягаться. Зато не надо разбираться. Но когда же я разбираюсь, когда я делаю вот это, знаете, как вот, знаете, в магазине переучет или там санитарный час. Вот, знаете, есть такие вот моменты, когда надо остановиться и навести порядок. То есть у нас есть время, когда мы просто останавливаемся для того, чтобы всю паутину снять, все окна отмыть, все углы почистить, залезть туда, куда ты обычно не залазишь, все поубирать. То есть мы берем это время. Тем более наше сердце. Он готов наказать любое непослушание. Как только мое послушание исполняется, все. Дьявол бежит, ему негде жить. Ему негде жить. Потому что я встала в положение послушания. Благодать изливается, небо открывается, свет приходит, Дух Святой говорит, касается моего сердца. Конечно, я понимаю, что есть глубокие подсознательные твердыни, за которые самому лезть, конечно, бессмысленно. Ты не разберешься. Это надо либо суверенное Божье вторжение, чтобы Господь исцелил, либо помощь специалистов. Но я имею в виду вот этот вот верхний уровень вот этого нашего повседневного хождения с ним. Как часто мы лишаем себя глубины, вот, например, поклонения взять. Вот все мы понимаем, да, что можно, например, остановиться у кромки воды, можно зайти по щиколотку. А можно таки потеряться. Нырнуть. Нырнуть. А в чем разница? В чем разница? Разница в том, насколько сердце пошло туда. Разница в том, насколько сердце пошло. Если ты сердце туда не пустил, не поработал с ним. Порой, знаете, не как, ну, как мы, я знаю, там, входим в Божий вернадь со словословием. Я честно скажу, я знаю людей, которые имеют это откровение, они входят через хвалу всегда. Но я, например, иногда вхожу через хвалу, иногда мне надо время, чтобы мое сердце вот это сделало. Чтобы оно вот это вот высказало, вот оно вот как-то вот выговорилось, оно с Богом таки встретилось. И потом я могу от сердца это делать. Но это мой путь. Я знаю, Давид он так делал часто. Он изливал сердце, вот это конючил, а потом начинал провозглашать. Но мой Господь, он вот такой. И вот это вот мой больше путь, знаете. То есть я понимаю, почему я так делаю. Потому что для меня однозначно, что Богу нужно сердце в поклонении. И вот мое сердце в поклонении, оно и вводит меня в максимум. Вот в этот максимальный, вот это вот удивительное, вот в это потрясающее, куда Бог нас хочет привести. Все остальное это просто, я сам себя обманываю. Просто я сам себя обманываю. То есть если я не работаю с сердцем, если я не стараюсь, если я не направляю сердце, если я его не разворачиваю, оно само не пойдет, скорее всего. Оно будет лениться. Оно подумает, ну цена большая, не хочу. Ему надо уговорить, ему надо объяснить. Эй, дорогое, сейчас мы будем что делать? Мы сейчас будем Господа славить. Что тебе мешает? Что такое? Если ничего не мешает, давай, родное, давай. И мы поворачиваем, и мы фокусируем взгляд, мы смотрим внимательно. Мы усиливаемся, чтобы славить. Вы знаете, почему мы славим Бога? Потому что это мы в этом нуждаемся. На самом деле, это то, как работает Любовь на небесах. Но, во-первых, в этом нуждаемся мы. Потому что, знаете, на небесах славить Бога нетрудно. Ты увидел Его, и это единственное, что ты можешь сделать. Просто это твоя естественная реакция. Это единственная естественная реакция. Это просто хвала. Это как, знаете, тебе взрываться будет. Только ты будешь со славой Божьей сталкиваться, ты будешь... Это будет из тебя вылетать. То есть это не проблема на небесах. А вот здесь на земле хвала помогает нам увидеть Его, кто Он есть. Хвала помогает нашему сердцу увидеть Бога, кто Он есть. Помогает встретиться с Ним сердцем. И Дух Святой помогает. И мы встречаемся, и мы переживаем реальность. И реальность течет. Вот чего хочет Господь. Бог хочет сердце, ребята. Это пробуждение, которое грядет. Это пробуждение невесты. Это будет церковь, которая будет плененная, которая будет влюблена. Реально влюблена. И ничего в этом стыдного нет. Это свято и чисто, когда это откровение. Когда это Духом Святым изнутри. Не просто я натянул себе на голову что-то, я пытаюсь себя там заставить, какие-то эмоции разжигают. Нет, это Дух Святой, это Таинство, это Тайна, это Откровение, это Божья работа. И это действительно Любовь, это влюбленность. Отношения Христа и невесты, это будут отношения, как мужа и жены. Это будут отношения, когда двое стали одну. Это будет глубокое, глубочайшее посвящение. И Любовь, и влюбленность, и ты будешь весь, это будет твоя страсть. И это нормально, в этом нет ничего грязного, в этом нет ничего нечистого абсолютно. Это свято. Вот. Так что сердце, сердце, дорогие мои, сердце. Поэтому работаем с ложью, работаем с твердынями без страха. Не отдавайте. Вот просто серьезно, ребята. Вот честно скажу. Смотрите, каждый раз, как только ты подумаешь, ну у меня не получится, ты уже лукавишь. Как только ты подумаешь, ой, я уже пробовала, у меня не получится, ты уже лукавишь. Как только ты подумаешь, ой, это слишком сложно, в моем случае это слишком сложно, ты уже лукавишь, ты уже защищаешься. Если мы как кроткие дети, если мы просто, вот все, что я хочу, отец, да, я не понимаю, я не вижу, я не могу различить, я не могу распознать, но я знаю, ты можешь, написано, что способна разрушить самые неприступные духовные крепости, самые неприступные Господь. То есть все, иными словами. Если я беру это за основу, я позволяю вот такой благодати прийти, вот такой. Понадобится тебе человек, чтобы тебе служил? Бог даст тебе человека. Главное, чтобы ты не соглашался сотрудничать с ложью. С тьмой. Чтобы ты не соглашался сотрудничать с ложью. Вот серьёзно, на самом деле Ларчик открывается просто. Ларчик, да. От Ларчика привет, кстати, сейчас я вас говорю. И от Светика привет тоже. Когда они уже? Ну, Лариса будет в середине июня. Июня? Июня. Июня. А это самое, а Светик 26-го вроде. Майя будет? Майя, да. Понятно, вот в Еленке. Ну вот ещё с Еленками надо созвониться, я ещё не созвонюсь. Вы ещё если не буду звонить, я могу передать привет после Еленки. Пусть я приехала? Угу. Хорошо. Он дома. В общем, вот такое вот слово. Мы дома. Вободрение. Знаете, почему, я думаю, Бог это слово говорит? Потому что он сейчас работает с нашими сердцами очень интенсивно. Огонь горит, могу, я свидетельствую, огонь горит очень сильно. Но он хороший такой, знаете, освобождающий огонь. Сердце просто чистит, травит, готовит, очень готовит. Так что не уклоняемся, соглашаемся, да, сотрудничаем с Богом. Ну, девочки, я хочу сказать, я сегодня в одном из переходов, вдруг слышу, моя любовь как молния, моя любовь, как океан. Вау. Переходит? Да. Иду, хотел сказать, вот и человек, откуда вы знаете пишет песни Паши Плохой? А это Паша Плохой. Женя, обратно. Женя, говорит. Господа слава. Хорошо. У кого-то что-то, может быть, поделиться есть? По-моему, я... А, да, и мы разговаривали предварительно по поводу вот такой, как на неделю школы интенсива.